друзья всем приветики сегодня решила вам показать свои покупки и очередные подарки что мы сами купили что мне подарили покупки подарки как вы видите будут сладенькие по сладостям короче значит вы видите две коробочки это фирмы элькер если правильно читаю и как-то показывал своих покупках это печенюшки как вы видите сверху шоколад и внутри такой как суфле это знаете да наподобие чокупай по-моему если я не ошибаюсь значит я вытащила вот так вот она выглядит симпатично симпатюлька вся секунда очень она нравится нам эта продукция и рассказывал как я чисто случайно наткнулась на такую продукцию там было такой найти как печенюшки кругленькие они были тоже в глазировке из-под в газировке сверху шоколада и внутри тоже там какая-то начинка вкусная но это было давно это еще было года два назад где-то и вот тогда первый раз увидел эту фирму потом значит мы пошли в магазин увидели эту фирму в магазине к.б. как красно-белая вот мы честненько заходим и чай покупаем и сладости вот так что и еще мою излюбленную шоколадочку да который вам покажу сегодня ну значит вот это печенюшки вот эти вот очень вкусные такие то как еще говорят полюбляются знаете да как я слышала так говорят это вам на украине так говорят вот и они знаете они реально отличаются от чокупай ну по моему правильных называя дачу купать тоже в таких же коробках только формули другу я не знаю почему вот знаете да как он бывает какая-то изюминка какая-то фишка у своей у каждой фирмы и ну казалось бы что шоколад такой же печенье такие же суфлет такие же ну не знаю значит ну вот что-то вкусненькое значит что-то не такое и вот они чем-то меня зацепили мне нравится и покупаем уже это получается третья коробка в тот раз по моему коробка была и в этот раз и две коробки они были по акции их не так часто бывает я их вижу всего лишь второй раз они по акции были не то 70 дети то 80 я все время путаю потому что это то как то то и все запомните и цены путаются ну в пределах 70 80 рублей что-то вот так вот или 79 или 89 скорее всего 79 наверно вот и мне эта штучка понравилась поэтому мы прикупить прикупили значит мои хорошие вот такой вот еще мы купили в пятерке шоколадница 129 рублей с орехами и изюмом это по акции это вот такие мини тортики на не за стоит вам стоит вам показывать или нет надо хотите давайте я вам покажу может он не видел не знает мы уже попробовали слушайте туда минус даже подтаяли то что жарко все равно и он покажу как бы не выронить вот так вот они выглядят такие вот на обыкновенные вафельные тортики тут они кстати так написано заявлено вафельные тортики с изюмом и орешками вы знаете я что вам хочу сказать мы покупали вот при чудо мне как-то постоянно так секунду не постоянно если покупали знаете если из вкуснейших таких особо ничего вкусных нет мы покупали как тогда тему так немножко помялось примялось вернее так вот там сделал покупали вафли сейчас я вам покажу эти вафли вот яшкина вот такие тоже еще прикупили они мне нравятся это вафли глазированные с орешками так и это счастье куда поставить там уже не видно нифига так ладно секунду пока здесь полежит я расскажу значит так мне как всегда знаете да это мысли переживает язык мысли уже далеко убежали и еще только я начинаю говорить так просто все хочется все сразу сказать значит давайте по поводу вот этих тортиков шоколадница значит а ну и по по поводу вот этих тоже вафель значит здесь вот написано нежный крем вафли глазированные с орешками это про яшкина я говорю значит все привет так вот короче эти вафли вот яшкина постоянно как постоянно если другие вкусняшек не было то я не особо любитель по вафлям но иногда покупаю и эти вафли я иногда ну как с периодичностью какой-то там иногда покупаю может быть раз там в два месяца там или не знаю может быть раз полгода может раза в месяц там не знаю может раз в год и иногда бывает такое да вот хочется и в итоге мне вот почему-то нравится вафли именно в шоколаде и простые вафли я не очень если честно вот а тут значит это как-то вот я говорила что вот мне подарок подарили вот эти вот шоколадные вафли торт вот эта шоколадница и фишка всего-навсего знаете тут то что вот именно изюминка в изюме и вы знаете вкус совсем другое и мне они понравились вот так скажем и поэтому вот моя покупка была еще одна вот такие вафельки так ну и вот такие вот вафельки тоже вот и вот так что все поместить все так красиво было так ладно давайте то есть тут что ли будет так мои хорошие ну и покажу вам еще две штучки две штучки шоколадочки шоколадочки так они не были в холодильнике я их вытащила. Немножко запотели. Вот, мои хорошие, смотрите. Тоже из этой фирмы. Вот. Альбин Улькер. И смотрите, что я вам скажу. Так, это тоже запотело немножко. 95 грамм здесь, мои хорошие. Смотрите, я еще не пробовала, не открывала. Здесь тоже наподобие что-то с печенюшками и с карамелькой. Вот вы видите там, да? Вот так вот. Значит, это мне так кажется. О, смотрите, новинка. А, Тасте какой-то. Или Тасте. Вот написано. New Test. Тасте что ли? Тасте. Не знаю, по-английски тут написано или по-турецки. Я думала, латте написано. Я думала, с кофейным ароматом. Нет. Тут, скорее всего, видите, с карамелькой какой-то или с ирийской. И внутри там какие-то типа как печенюшки нарисованы. Вот видите, да? Прослоечка. Сейчас я покажу вам. Типа как печенюшки или что там. Ну, с печеньем, да, наверное. Вот. Как бы эта композиция не развалилась. Потому что все как-то... Потому что здесь вот этот хвостик. Вот он немножечко... Ладно, пусть так будет. Вот. И поэтому, смотрите. Вот здесь вот написано Альбени или Альбени. Вот. Вверху написано, да? Вот такая же надпись, по-моему, была в том печенюшечке. В таком... И те печенюшки, они были такие, знаете, как круглый рулетик. Такие сделаны. Ну, как вот... Короче, они сами кругленькие. И... Ну, как в трубочку сложены. Такая вот упаковка была, как трубочка. И там, по-моему, тоже было написано Альбени вот это. И я урвала, значит, тоже. Они по акции. А, я сказала, да? Это та же фирма. Это Олькер. И мне показалось, что они, по-моему, с таким же вкусом, наверное. Не знаю. Будем пробовать. Если вам интересно, я напишу потом свое мнение. Или напишу, или отдельно сниму. И... И... А, цену, хотела сказать. Цена 38 рублей. И там было две шоколадки. Я урвала прямо вот. Прямо вот. Наверное, для меня остались. Они 38 рублей каждая. И недорого. Но, с другой стороны, смотрите, если считать, что там и шоколада-то мало, это считай, как не шоколадки, это считай, как печенье в заливке шоколадной, да, то тогда считай, что это нормальная цена, в принципе. Потому что, если, допустим, Милка, или какие-то у нас еще Бабаевский шоколад, вот такие шоколадки можно там иногда по акции. Или даже Бабаевские вдохновения можно тоже урвать в пятерки за 50-60 рублей, или там 40-49, ну 50-60, да, то я считаю, что это 38 рублей нормальная цена. И то, если это действительно тот вкус, который я кушала, пробовала вот в той упаковке печенюшек, то я вам скажу, милые мои, хорошие мои, это очень вкусно. Так, ну и еще. Значит, смотрите, я вам сразу скажу, остался вот у меня подарок, мне подарили, потому что сами покупать это накладно, дорого, но это очень вкусно. И я вам еще что хочу сказать. Сейчас после этого видео будет еще одно маленькое видео, там небольшое, на несколько минут. Просто здесь уже ставить некуда. я вам отдельно сниму на очень такие вкусняшки, которые я еще вообще не пробовала. Это такая новинка. Но мы с вами поговорим. Сразу после этого видео будет другое видео. Значит, смотрите. И подарочек. Моя любимка. Не знаю, как ее показать. 200 грамм. Это белый шоколад Choco and Nuts. Шоколад и орехи. Здесь 200 грамм. И это производство Франция, по-моему, хорошая моя. Сейчас я гляну, если не ошибаюсь. Так. Ну, здесь, как всегда, вот пока найдешь, на всех языках мира, кроме русского. И знаете, что я вам хочу сказать? Здесь, так, импортер. Вот я хочу убедиться. По-моему, действительно, это же вот шоколад. Там, по-моему, Франция написано было. Давайте, чтобы я вам время не затягивала. Секунду я найду, переключусь. Так, мои хорошие. Короче, смотрите. Здесь мелко так написано. Здесь вот написано. Наименование, место нахождения, изготовителя, буквенное обозначение. Короче, что-то здесь написано. На нерусском языке ля-ля-ля-ля-ля-ля. Франция. И ля-ля-ля-ля-ля. Германия. Импортер. Республика Башкортостан. Импортируется через Башкортостан. Короче, видимо, тут буковка С. Сейчас. С и буква Л, наверное, да? Скорее всего. Нужно смотреть. Ну, короче, не знаю, это долгая история. Наверное, скорее всего, или Франция, или Германия. Ну, короче, ладно, неважно. И смотрите, я что хочу сказать, что здесь именно, знаете, что? Вот бывает там просто шоколад с орехами. Здесь орехи, залитые шоколадом. Просто реально, вот целые, большие вот такие орехи-фундук и залиты белым шоколадом. Мне белый шоколад нравится. И орехи здесь очень хорошие. И оно здесь реально, вот такая тяжелая шоколадка. Классная. Так, я не знаю, как его пришпандурить. Пусть так, что ли, лежит. Вот. И кто пробовал, кто оценил, кто, вернее, пробовал, тот оценил и знает, что это такое. Это конкретная вкуснятина. Давайте, знаете, я вам как сделаю? Вот так, наверное. Так, там не прислонилась сзади, она сейчас, наверное, там рухнет. Хрупкая конструкция. Ладно, пусть будет так. Вот. И поэтому я говорю, это шоколадка, конечно, она съедается не за один раз, это, конечно, ее хватает. Надо... Ого, привет. Так, и технические погрехи, извиняюсь. Вот. И поэтому хватает ее надолго, потому что там, я говорю, это просто вот горсть орехов, не то, что горсть, там, я не знаю, целый, наверное, большой стакан, 200-граммовый, и залит просто шоколадом белым. Шикарно. Кто не пробовал, да, 200 рублей, это со скидкой. Короче, знаете, это тоже в КБ продается, в красно-белом, со скидкой. Раньше мы ее покупали за 159 рублей, это было по акции со скидкой. Сейчас по акции со скидкой она стоит 200 рублей, 199 без рубля. И поэтому, ну, 159-то мне было жалко купить, а тут, ну, покупала, покупали мы иногда. Вот. А тут мне ее подарили. Я говорю спасибо большое всем людям, которые мне дарят такие сладости, вкусняшки. Вот. Мои хорошие, попробуйте, я говорю, вот кто не пробовал, или попросите, пусть вам кто-нибудь подарит. Попробуйте, и вы действительно оцените, потому что это действительно классная вещь. конечно не сравнится вот там с какими-то там, не буду называть фирмы там, но вы прекрасно знаете, и где там добавляются какие-то дробленые орехи, которые просто, как говорится, не столько поешь, сколько в зубах застрянет. А здесь реально ты ешь, и ты чувствуешь и орехи, и шоколад. Вот. Почувствуй себя королевой. Вот так, понимаете. Больше ничего не скажу. Поэтому у меня эта шоколадка и находится в любимках. Вот она так и называется Чоко and Nuts. Шоколад и орехи. Вот так, мои хорошие. Спасибо большое, что вы уделили мне время, что посмотрели мое видео. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло видео. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Все, всем мира и добра. И переходите, сейчас я вам расскажу еще про классные новинки, которые я ни разу не пробовала. Они такие симпатюльки. И может быть, вы уже кушали, пробовали. И поделитесь со мной своей информацией, своим впечатлением. Все, мои хорошие. Не говорю вам до свидания, говорю, увидимся в следующем видео. Все, пока.